29 июня 2018 года Анна Банщикова буквально ворвалась в актерскую профессию. Впервые она появилась на экранах, еще будучи студенткой режиссера Дмитрия Астрахана, который снял ее в массовке фильма «Ты у меня одна», а потом дал роли в картине «Все будет хорошо». После окончания института она оказалась одной из немногих своих однокурсников, кого сразу взяли в театр, но в 21 год она без памяти влюбилась в знаменитого певца Максима Леонидова. Ее в качестве эксперта пригласили в телевизионную программу, где она и познакомилась со своим будущим мужем. По признанию самой актрисы из-за этого брака она выпала из профессии на 7 лет, ей хотелось быть примерной женой, Леонидов посвящал ей свои песни. Но она очень скучала по своей работе. И когда Максим завел разговор о детях, она поняла, что к семейной жизни вообще не готова, их брак распался, и до сих пор Леонидов и Банщикова не общаются. Когда Аня была 6 лет, из семьи ушел отец. Мама свою личную жизнь так и не устроила, и она призналась, что во многом этому поспособствовала именно она. Я была страшной эгоисткой, всех, кто подходил к маме, я отгоняла. Уходя в школу, я спрашивала, будет ли она дома, когда я вернусь. Я хотела, чтобы она ждала меня, рассказала актриса. Несмотря на то, что в детстве Анна была очень стеснительной, она решила поступать в театральный институт. Банщикова училась на курсе Дмитрия Астрахана и еще студенткой снялась в его картинах «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». Параллельно она уже играла и в театре комедии, где ее партнером был Александр Демьяненко. Аня была едва за 20, когда она познакомилась с певцом Максимом Леонидовым. Судьба свела их на телевизионном шоу, в котором люди искали свои вторые половинки. Актрису пригласили туда как эксперта. Отношения Анны и Максима развивались стремительно, хотя она и знала, что он женат, и супруга ждет его в Израиле. После того, как певец окончательно разошелся с женой, влюбленные узаконили отношения. Но брак продлился недолго, после семи лет счастливой совместной жизни, в которой они все время проводили вместе, супруги неожиданно расстались. Анна призналась, что после развода они с Максимом не разговаривают друг с другом. «Я бы общалась, не знаю, любят меня, наверное, еще», – предположила Банщикова. После расставания с Леонидовым Банщикова вернулась в профессию, она стала получать новые предложения, снова вышла на сцену. Она разрывалась между Москвой и Питером. Приезжая в столицу, она останавливалась у знакомых актрис Дины Корзун, Регины Мянник, Алены Бабенко и других. Своего нынешнего мужа Всеволода актриса встретила на премьере фильма «Тиграна Киосаяна», куда она пришла вместе с Аленой Бабенко. «Я услышала, как он говорил по-английски, но просто на языке Шекспира я прямо заслушалась», – вспомнила Анна. Он не скрывал, что женат. У него был бизнес в США, там его ждала и жена. Всеволод быстро развелся с женой, и вскоре они с Анной стали жить вместе, сегодня их брак уже больше десяти лет, вместе они вырастили двоих сыновей. А в 42 года актриса родила еще и дочку – Машу. Почему Банщикова развилась с Леонидовым, какую роль в ее судьбе сыграла Анжелика Варум, кому первому актриса рассказала о своей беременности, и как она вспоминает съемки картины «Охота на пиранью» – ответы в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Продолжение следует...